Физкульт привет, друзья и ученики и просто случайный зритель. Как я и обещал, вторая тренировочка, тренировочного сплита, состоящего из двух тренировок. Я показываю тренировки и рекомендую вам только те, которые применяю сам. Ссылку на первую тренировку смотрите в описании к данному ролику. Как вы уже поняли, данная тренировочная система состоит всего из двух тренировок. Вы можете попробовать от трех до шести недель заниматься по этой программе. Следующим образом. Тренировка номер один, два дня отдыха, тренировка номер два, два дня отдыха и снова тренировка номер один. Чередуя таким образом, не ориентируясь по дням недели, вы будете довольно-таки уверенно прогрессировать. Из чего состоит тренировка номер два? Как обычно, друзья, мы делаем разминку. Обычно это грибной тренажер на 3-5, иногда 7 минут, для того, чтобы привести себя в рабочее состояние. Разогреть суставы, подготовить сухожилия и связки. Все к тому, чтобы безопасно тренироваться. После этого делаем экстензии. 3-4 подходика. Сегодня где-то на 10-15 повторений. И приступаем к первому тренировочному упражнению. Становая тяга. После приседаний, друзья, это самое лучшее упражнение, которое с гарантией будет обеспечивать вам, особенно если вы натурально тренирующийся спортсмен, рост силовых показателей и общей мышечной массы. Как происходит подготовка сегодня к становой тяге? Это 2 разминочно-подводящих подходика, а затем 5 рабочих подходов по 5 повторений. Веса от подхода к подходу увеличиваются. Главное не превышать и не уменьшать количество повторений. Это 5. Никаких отказов. Вы должны остановиться за 1, 2, а сегодня может быть даже и 3 повторения до того, как наступил бы отказ. То есть вы не смогли бы выполнить концентрическую фазу движения. Другими словами, не смогли бы просто поднять штангу. 2-3 повторения в запасе. Не забываем. Отдых между подходами рабочими по ощущению, что вы восстановились, по ощущению дыхания, что вы готовы к следующему подходу. Это может быть 2-3, иногда 4 минуты. Ориентируйтесь сегодня только на свои ощущения. Следующее упражнение на средний пучок дельт. И здесь мы делаем 2 разминочно-подводящих подходика. Больше просто, чтобы въехать в движение. И 5 рабочих подходов по 15-13 повторений. Не меньше 13, не больше 15. Рабочие веса можете поднимать от подхода к подходу. Но главное оставаться в данном диапазоне движения. И следите за техникой. Не стоит поднимать руки высоко. Даже до параллели с полом руки поднимать не нужно. Чтобы нагрузка целиком и полностью попадала в средний пучок. Не растекалась по мышцам, помогающим в данном движении. Закончили с первыми 2 упражнениями. И переходим к, наверное, любимой части большинства из вас. Сегодня будем прокачивать трицепс и бицепс. Именно в такой последовательности. Сначала трицепс, затем бицепс. Выберем 2 упражнения. Для трицепса это будет французский жим лежа с ЕЗ грифом. Со слегка наклоненной обратно скамьей. Слегка. Я в первом подходе не проконтролировал, ошибся. Кто-то качал пресс, высоко было задрано скамья. Нужно опускать ее на самый низ. Скамья почти параллельно должна быть. Немножечко только голова ниже. Это очень важно для того, чтобы и кровь сильно к голове не приливала. Но самое главное, так удобно для плечевых суставов. Они меньше травмируются. И что самое важное, не будут у вас болеть локти. У кого они болят. Или не заболят, если они у вас еще не болят. Работаем в следующем диапазоне. Естественно, также 2 разминочно-подводящих подходика и 5 рабочих подходов. Повышая веса с каждым подходом. Но, чтобы оставаться, для трицепса это будет 8-10 повторений. Не меньше 8, не больше 10. Соответственно, подбираете вес. А для бицепса это будет 6-8 повторений. Не больше 8, не меньше 6. Сделали подходик для трицепса. Отдохнули, сделали подход для бицепса. Снова отдых. Подход для трицепса. Отдохнули. Подход для бицепса. Ни в коем случае не делайте бицепс-трицепс суперсетом, как это принято, без отдыха. В этом нет, друзья, абсолютно никакого смысла. Вы только мешаете прогрессу, потому что второе упражнение, каким бы оно ни было, даже если бы вы качали, к примеру, бицепс сначала, а потом трицепс, будет страдать. Страдать оно будет и в техническом плане, и в рабочих весах и, соответственно, повторениях. Ну, чтобы вы уже уставший. И не важно, что вы тренировали другую мышечную группу. Поэтому минимум 30-40 секунд отдыхайте между подходом на трицепс и бицепс. И между бицепсом и трицепсом. Но обычно лучше отдохнуть минуту, потому что на моем личном опыте именно минутка между такими упражнениями дает полноценное восстановление, полноценный отдых. И вы уже готовы нормально поработать в следующем подходе. Что самое главное для трицепса, друзья? Да, трицепс это основная масса руки. Это треть руки. Не забывайте, это три пучка. В отличие от бицепса, где два пучка. И качать нужно преимущественно трицепс относительно бицепса, а не наоборот, как делает большинство. Что важно в данной тренировке и вообще всегда придерживаться относительно бицепса и трицепса. Бицепс всегда должен нагонять трицепс. Вы видите, сегодня я работаю с одинаковыми весами и для трицепса, и для бицепса. Но для трицепса больше повторений, соответственно. Я стараюсь свой трицепс сделать как можно сильнее и, соответственно, больше. А бицепс мой стремится за теми силовыми показателями, какими способен работать трицепс. Только так, а не иначе. Трицепс всегда должен опережать бицепс, а бицепс всегда должен стремиться догнать ваш трицепс. Вот это главный секрет успеха. Если вы будете придерживаться всему тому, что я вас учу, вы будете достигать хорошей спортивной формы без применения каких-либо фармакологических препаратов. Да. Хочу напомнить вам, что вышли в свет две мои книги. Отдельно для девушек, отдельно для парней. Серия «Фак фитнес». Вы обязаны изучить эти книги, если вы являетесь персональным тренером, инструктором. Если вы хотите получать грамотные знания о том, как правильно начать тренироваться. Чтобы не навредить себе. И самое главное, чтобы вы шаг за шагом, ступенька за ступенькой поднимались, улучшая свое здоровье. Друзья, заключительным упражнением будет сегодня голень подъема на носки стоя. Пять рабочих подходов на 12-15 повторений. И не забывайте в конце сделать заминку и, конечно же, гиберэкстензии. Раз, два, три. Партнер сегодняшнего выпуска – Animal Northrop. Лучшая гармошка, друзья, которую вы можете себе позволить. По промокоду, который вы видите сейчас на экране, вы получите скидку на сайте Animal Northrop. Друзья, надеюсь, вам нравится то, что я делаю. Я делаю это искренне, с любовью к тому делу, чем я занимаюсь. И самое главное, я показываю вам и рассказываю только то, что опробовал сам, к чему придерживаюсь сам, как тренируюсь сам и как тренируются мои ученики. Надеюсь, друзья, вам это нравится. Не забывайте поставить лайк, написать, как вам данная программа после того, как вы ее опробуете. Или что вы думаете о данной программе, теоретически просмотрев, ознакомившись с материалом. И не забывайте писать комментарии, это помогает очень сильно развиваться каналу. Если что-то не нравится, смело ставьте дизлайк, нет в этом ничего страшного. Увидимся, как всегда, в тренажерном зале. Всем сухой мышечной массы и силы без травм.